Человек, как и любое техническое изделие, состоит из управляющих блоков или управляющих систем, которые позволяют реморджать те или иные задачи. То есть всегда есть какой-то матричный носитель, на нем есть какая-то информация и поставлена какая-то задача. После введения управляющего сигнала процесс начинает разворачиваться, то есть система начинает самораскрываться, либо совместно в окружающем мире производить какие-то изменения. Либо контролировать пространство извне, либо вводить изменения, либо собирать информацию, либо все вместе. Человек — это такая же система, в нем работает множество отдельных систем, иногда они работают согласованно, иногда разрозненно. Когда люди собираются вместе, то эти системы, эти матрицы, они соединяются в единый механизм и начинают работать в унисон. Когда длительное время люди работают в такой команде, создается некая матрица, которая начинает управлять ситуацией изнутри. В компьютере это что-то вроде процессора, в цифровом, в тонком информационном плане это некая матрица, иногда такие матрицы называют эгрегором, иногда как-то еще. Она создается со временем и при долгом ее использовании и долгом наполнении энергией и информационными задачами она кристаллизуется и становится постоянно существующей системой. Даже если все представители, либо управляющие этой системой выходят из команды, она все равно остается и может включиться тогда, когда кто-то выйдет на эту технологию. То есть технологии, они кристаллизуются и в течение какого-то времени остаются в зоне их применения. Они позволяют команде работать целенаправленно. То есть это вроде скрытого двигателя или скрытого процессора, который выполняет сложные задачи помимо тех, кто его создал в человеческом организме в каком-то смысле. Это мозг, более в тонком плане это вроде что-то вроде души, а на принципиальном плане это называется как матрица, либо эгрегор. Мы рассматриваем эгрегор как надсистемную вещь, поскольку она формируется отдельно взятыми сознаниями или отдельно взятыми волевыми механизмами, когда создано и кристаллизуется. Ускоряет все процессы, которым была дана команда действовать и делает систему стабильной и целенаправленной. То есть такая система имеет высокую степень выживания в среде, где идет какое-то воздействие на систему, либо потенциальная опасность остановить действие самого механизма. Это можно сравнить еще с дополнительным зарядом, когда работает некий двигатель и у него заканчивается, предположим, топливо. От внутренней системы идет заряд и двигатель может на этом заряде еще двигаться. Система подпитывается намерением всех тех, кто участвует в системе. Чем больше вложено в эту систему, тем более сильная матрица, тем большие возможности она имеет. Матрица может управляться как теми, кто ее создал, так и теми, кто пришел в систему. Нет принципиального значения, кем она управляется. Суть того, что это механизм, который помогает работе в системе изнутри, в каком-то степени направляет ее, в каком-то степени стабилизирует и заставляет всех участников производить какие-то действия. Поскольку матрица никогда не бывает статична, то есть если есть команда, то она будет стимулировать команду выполнять функции. Поскольку на любую матрицу записана какая-то программа, какая-то команда. Команда никогда не бывает пассивной. Что принципиально матрицы ничем не отличаются. Просто те матрицы, которые строят люди, они создаются как бы людьми подсознательно. То есть люди выполняют определенную работу, создают некую систему. И когда скапливается энергия и намерение, она кристаллизуется. Когда матрицы создаются извне, они сразу создаются правильной формой, из конкретно поставленной задачи. То есть они цельны. Матрицы отдельно взятых систем, они создаются медленно и они имеют условную силу и условные параметры, поскольку никто конкретно, как правило, ее не создает. Матрицы можно создавать магическим путем, то есть профессиональные маги, имеющие подобные технологии и умеющие работать с энергией, также могут их создавать. Их могут создавать и люди с определенным психическим развитием, если они правильно ставят задачу и могут правильно формировать мыслеобраз. Принципиально эти матрицы ничем не отличаются. С той разницей, что одни матрицы делаются целенаправленно в той системе, где это выполняется как на заводе. И с другой стороны, когда их создают люди сами, они формируются очень постепенно и зависят от усилий, которые в эту матрицу вложили. Так на положительную систему, так и на отрицательную, поскольку в матрицу закладывается программа, и программа эта может быть отрицательной, она может быть направлена именно на разрушение. То есть матрица это не обязательно позитивно действующий механизм. То есть механизм может быть направлен, чтобы система, которая стоит над матрицей, например, занималась уничтожением. То есть если в матрицу закладывается такая программа, то матрица так и будет. Когда создается армия, у армии тоже есть матрица. Если эта армия долго воюет, то матрица укрепляется и она заряжается той программой, которая вкладывается в саму армию. Чем больше само сообщество, чем больше и мощнее механизм, тем более мощно создается матрица. Со временем, если матрицы не используют, их как бы утилизируют, эксплодируют в определенных местах пространство, доступ к которым разрешен только обладающий определенными полномочиями. Некоторые маги иногда до этого допускаются. Матрицы позволяют быстро добиваться успеха в тех вопросах, которые требуют больших усилий. Принципиальной разницы между матрицей, созданной людьми, например, или другими живыми существами, и матрицей, созданной в космосе, нет. Одна разница состоится в том, что в космосе и в тонких структурах они сразу создаются правильными, совершенными, с конкретно поставленной задачей и с этично работающими модулями, так как в то время, как созданы, например, людьми, они могут иметь основные задачи и иметь программу, которая может действовать негативно как на самих, так и на окружающих. Все зависит от той информации, которая записывается, от того намерения, которое было создано в системе, которая действует тем или иным способом. Матрица фактически существует у каждой сколько-нибудь крупной системы. Если вы что-то заказали, то этим нужно пользоваться. Если вы попросили вам построить дом, то в нем кто-то должен жить. Если вы купили машину, то на ней кто-то должен ездить. И вы, по крайней мере, должна быть программа, по которой вы будете использовать этот элемент. Если что-то создано и на это потрачены ресурсы, это должно быть оправдано. Никаких специальных условий для использования матрицы нет, кроме того понимания, что у матрицы есть прямое назначение, и надо стараться использовать по прямому назначению. Если вы строите бизнес, то под ваш бизнес создается матрица. Если вы строите личную жизнь, например, семью, то у семьи тоже что-то существует вроде матрицы. И у этих матриц есть своя задача. Матрица семьи укрепляет и поддерживает семью, матрица бизнеса укрепляет и поддерживает бизнес. возможен резонанс между матрицами. Нужно понимать, что каждая матрица предназначена для конкретной задачи. И если вы в состоянии ее использовать, то есть умеете использовать, а ваше использование это рассматривается как намерение делать то или иное действие и обращать внимание на присутствие в системе некого скрытого модуля. Если вы его чувствуете и умеете подсознательно или сознательно им управлять, вы можете ускорять те процессы, которые вы в своей жизни реализуете через свои намерения. Каких-то специальных дополнительных условий ее использования нет. Матрицы не устанавливаются на человека. Они существуют в той области пространства, где осуществляется работа. То есть они условно прикреплены к объекту, который выполняет действие. Матрица имеет доступ тот, кто получил на это полномочия. Если существует так называемый исполнительный директор, то у него автоматически подключается управление, как только тот, кто до этого как бы владел матрицей, передает ему образные правления. То есть это происходит автоматически. Человек сам того не осознавая начинает эту матрицу использовать. Есть осознанное использование матрицы и неосознанное. Осознанное использование матрицы – это что-то вроде магии в вашем понимании. Неосознанное использование матрицы – это просто использование потенциала той структуры, той фирмы, той организации, в которой человек существует. существует. Матрица стимулирует человека и дает ему возможности. Человек, опираясь на матрицу, выполняет поставленную для него или им самим задачу более эффективно. Матрица условно прикреплена к тому месту, где существует условная организация, либо условная фирма, либо условный объект, который выполняет ту или иную работу. То есть условная фиксация в пространстве. Управлять матрицей можно на расстоянии. Матрица может работать независимо от того, в каком месте она находится. Если она резонирует с другими матрицами, то программа может несколько меняться. В содружестве корпораций, например, крупных, срабатывает некая система и получается некий общий управляющий центр. То есть работа этих матриц координируется. Они автоматически включаются в определенную работу. Но для этого должна быть поставлена специальная задача. Управляет матрицей тот, кто является номинальной ее управляющим либо как бы хозяином. Хотя это понятие относительное. За исключением так называемых ваших великих учителей, которые сами создают матрицы, сами их управляют и фактически являются их хозяинами и лично могут передавать ее кому-то. Все остальные матрицы работают, фиксируясь на тех, кто так или иначе вкладывает в управление либо в использование этой матрицы какие-либо усилия. Матрица воздействует не только на того, кто это делает, но и на тех, кто работает в команде. То есть если существует некая фирма, то матрица оказывает воздействие не только на того, кто управляет, то есть его формирует, но и на всех тех, кто совершает работу, а также формирует в окружающем пространстве определенные сигналы, которые позволяют из окружающего мира получать определенные ресурсы, входить в резонанс системы, которая необходима. Все зависит от той задачи, которая поставлена над матрицей. То есть та основная задача, которым занимается система. Матрицы, которые существуют в фирме, они фактически непередаваемые. Но после того, как кому-то делегируется ответственность, то есть делегируется управление, то она переходит под ответственность того человека, кто номинально объявлен так называемым директором. При этом она не перестает работать на всех тех, кто выполняет работу. А если человек умеет управлять матрицей, то он умеет, кроме всего прочего, успешно управлять людьми. Если он не умеет, то срабатывает так называемый механизм. Когда человек проявляет какое-то волевое усилие, то матрица автоматически включается в его намерение. Но происходит некая пауза по времени и происходит некая пауза формирования сигнала. Согласно контракту, если эта матрица установлена извне и сделана где-то в мастерских тонкого плана. Если эта матрица создана некой фирме, то она считается безвременной и существует активно, пока существует фирма. После того, как фирма исчезает, она изымается специальными специалистами, которые отвечают за эту матрицу. Если это матрица паразитического эгрегора, то за нее отвечает паразитический эгрегор и изымает его в свои хранилища. Если матрица создана светлыми, то есть эволюционные группы, то мы забираем его в свои хранилища и она находится там. Эта матрица оттуда может изыматься и передаваться кем-то, кто занимается деятельностью, для кого она подходит как объект, как система. Представьте, что у вас была машина, на которую вы ездили, а потом вы продали. Вы не перестанете перемещаться и не перестанете общаться с людьми, просто будете ходить пешком или ездить на велосипеде. То есть это некий двигатель, который помогает вам быстрее выполнять эти работы. Ну, самый простой способ – это сравнить с машиной. Если нужно какое-то более тонкое объяснение, то можно это объяснить на взаимосвязи. Но в очень простой форме это что-то вроде машины, которая дается человеку, которая занимается деятельностью и его возможности в перемещении переходят на некий более эффективный уровень. Это что-то вроде того, когда вы купили машину. Что вы делаете? Вы берете эту машину и пытаетесь научиться ее использовать. То есть вы не бросаете ее где-то на улице, вы не выкидываете куда-то ключи. Вы берете эту машину, учите ее пользоваться. И в данный момент вам не нужна для использования эта система, вы ее ставите в гараж. Если она нужна, то вы ее заводите, осваиваете управление и начинаете использовать. Что касается вашего личного поведения, то вы рассчитываете свои собственные силы и свои собственные ощущения. Кому-то нужно сидеть дома, кто-то может действовать, исходя из собственных ощущениях и собственных возможностей. Если кто-то получил некую систему, ему, возможно, нужно тренироваться, чтобы использовать более полноценно. Кому-то ничего не нужно делать. Кто-то ждет некоторое время, когда система включится сама. Это можно использовать с двух точек зрения. Первое – это просто принять эту технологию и по ощущениям пережить включение в систему. Второе – это осознанно осуществлять какие-либо действия. Например, осознанно включаться в этот механизм, в эту систему, то есть подключаться на магическом плане. Это зависит от ваших возможностей. Как вы лично действуете, как вы лично включаете, зависит от вашей личной ситуации. Если вам необходимо быть спокойным, расслабленным и подключаться в спокойной остановке, вы это делаете в спокойной остановке. Если вам это не нужно, вы можете действовать, это произойдет автоматически. Если, например, некому животному, которое существует в пространстве, например, подключают умение мыслить, он может и вести свою обычную жизнь, либо может сидеть в норе и ждать, пока нечто произойдет в голове и утрясется, чтобы для него это не было стрессом, исходя из возможностей психического человека, он должен вести тем или иным способом. Кому нужно в это время отдыхать, он может отдыхать. Кому нужно концентрироваться, может концентрироваться. Для кого это не имеет принципиального значения, может продолжать свою обычную жизнь, и это автоматически вольется в его жизнь. Исходя из личных возможностей каждого человека, исходя из мощности матрицы, можно принять те или иные решения. Все зависит от конкретной ситуации и от конкретной мощности матрицы и возможности того или иного человека. В принципе, что у каждого значимого купца, то, что называлось с первой, второй или третьей гильдии, в принципе, такая матрица уже была. То есть это люди, которые с этой матрицей в большей степени не осознанно, но достаточно профессионально работали. То есть у них есть подсознательный навык, как с этой системой работать. В каком-то смысле купец формирует в человеке эту матрицу. Характер человека, особенности сильный и целеустремленный, это тоже своего рода матрица. Матрица, если говорить более простым языком, это кристалл. Кристалл, который позволяет человеку тем или иным способом выражаться в окружающем мире. То есть формировать те или иные сигналы, то или иное отношение, иметь собранность, иметь навыки, иметь какие-то дополнительные постоянно действующие функции, которые можно использовать по назначению при первой же потребности. Это что-то вроде умения, которое врождённое или существует на подсознании. Купец, если видит матрицу, и у него есть полномочия на использование, то он подключается к этой системе, поскольку сам купец и сама функция матрицы, они практически идентичны по назначению, с той разницей, что матрица не является непосредственно живым объектом. То есть она является информационным кристаллом, который выполняет ту или иную программу. На матрице могут существовать какие-то живые сущности, но сама как объект, это не живой кристалл, это некая программа. То есть если эту программу курируют какие-то сущности, её потенциально можно считать живой. А конкретный купец – это конкретная сущность, которая существует в вашей полевой оболочке, исходя из возможностей своей сущности, личности, влияет на вашу жизнь, то есть на ваш бизнес, на ваши способности, на ваши реакции, на ваш изолан с окружающими людьми. Купец – это что-то вроде водителя, либо водителя инструктора, а матрица – это что-то вроде машины, либо двигателя, который работает в системе и ускоряет процессы. Купец вас стимулирует что-то делать, а матрица создаёт возможности. Их действия, то есть производимая работа, в чём-то похожа, но как отличается понятие, положим, инструктора по вождению и работающего двигателя, так отличается и условное назначение таких элементов жизни, как купец и матрица. Хотя это элементы одной системы. Кураторов нет, есть техническая поддержка, поскольку каждый объект, который создан, он используется по назначению. Если что-то с матрицей происходит не так, или она начинает работать не согласно поставленных задач, то появляются те, кто рассматривает, почему это происходит и в связи с чем это произошло. То есть это техническая какая-то ошибка, то есть недоработка, что происходит крайне редко и обусловлена тем, что тот или иной человек, для которого сделана матрица, не в состоянии правильно срезонировать с ней. Такие случаи бывают, но очень редкие. Как правило, матрица создается под того человека, под того носителя, который её будет использовать. Бывают ситуации, когда человек не справляется с той системой, которая у него есть. Но это вроде как существует машина, и человек не справляется с её управлением. Машина сама по себе в какой-то степени стимулирует человека, то есть осуществляет как бы некоторое управление. Но это некая система, и если её использовать неправильно, то можно создать что-то вроде аварии. Матрица создается под конкретного человека. Если, например, естественным способом, когда создается фирма, естественным способом создается кристалл этой матрицы, то он создается из тех особенностей, тех возможностей, которые есть у людей. То есть они сами фактически непосредственно создают из собственного потенциала эту матрицу. Являются ли они наёмными работниками, являются ли они несобственниками, являются ли они управляющими, либо теми, кто по каким-то причинам и в связи с какими-то задачами с ней связан. Они сами фактически создают эту матрицу, и она отражает частично их природу те задачи, которые им нужно выполнять. Матрицы, которые созданы искусственно, они делаются, исходя из того, кто их будет использовать, и исходя из той основной задачи, которую необходимо выполнить. То есть основная задача, и второе, это ориентация на управляющие. Это что-то вроде того, как машину ставят то кресло, которое подходит потенциальному водителю, который её будет управлять. Есть определённая доля гибкости, то есть это как бы кресло-трансформер, и матрица может перестраиваться, исходя из технологий, технологий, исходя из задач, исходя из сложностей, и своими техническими возможностями. Матрица, она может иметь те или иные возможности. Матрица может под кого-то перестраиваться, то есть включаться в ресурсы того или иного человека или системы, а может и принципиально игнорировать того, кто поставлен её в управление. Например, если в управление матрицы ставит человек, который не способен её управлять, а такое в вашей жизни зачастую бывает, когда ставятся чиновники, не способны выполнять работу, то есть они фактически не выполняют матрицу, а блокируют её действия, и тогда в системе получаются проблемы, тогда, когда социальный механизм, например, не работает. Это вследствие того, что созданная матрица не работает. Матрица, как правило, не приносит никаких проблем человеку за исключение той ситуации, что если у тебя есть какой-то механизм, и ты его не используешь, а он был создан с каким-то намерением, то ситуация ставит и в те условия, либо тебя из системы выкидывают, либо заставляют работать на интересы этой системы. Просто так машина не может стоять на дороге среди движения. Матрица не рассчитана на какое-то конкретное количество партнёров. Матрица – это некий механизм, который осуществляет ту иную деятельность. Если образуется некоторое количество людей, которые потенциально управляют бизнесом, то матрица фиксируется на них всех, и каждый из них осуществляет управление, то есть она работает на каждого из них, поскольку каждый из них фактически оказывает какое-то действие и фактически этой матрицей управляет, исходя из тех полномочий, которые были даны человеку той системой, которая образовала или заказала эту матрицу. В естественном матрице образований каждый из людей, который управляет этой матрицей, создает ту или иную программу, те или иные возможности, то или иное качество этого кристалла. И чем больше потенциала в этих людях, тем больше они выполнили работу, тем больше возможностей и определенных качеств есть в этой так называемой матрице. Если существует уже некая матрица и в программу подключаются какие-то люди, которые могут управлять общей командой, то они получают некий доступ к матрице. То есть они подсознательно могут в некоторой степени управлять, в известной степени исходя из ситуации, и она будет оказывать на них действие, то есть стимулировать их определенным вещам. Как только человек подписывает договор на сотрудничество, он включается в резонанс матрицы. Это происходит автоматически. Матрица это как определенный двигатель, и он будет выдавать ту мощность, которая ей соответствует. Чем мощнее матрица, тем больше ее воздействует. И соответственно наоборот. Если у тебя есть машина, то ты можешь ее использовать с разной эффективностью выгоды. Можно потратить время на бесполезное катание, бесколезное движение в пробках. А можно заработать денег на перевозе одного товара из одного места в другое. То есть так, как ты будешь использовать матрицу, и сколько ты заработаешь, зависит от твоих усилий. Наличие у тебя машины еще не говорит о том, что ты будешь богатый и заработаешь то или иное количество денег. Наличие возможностей не означает, что ты уже автоматически будешь богатый. Если система работает сама по себе, и в системе есть какие-то урегулированные механизмы передачи материальных ресурсов, то автоматически они тебе будут передаваться, то есть автоматически тебе будут притягиваться те или иные энергии, те или иные ресурсы. Если такой программы нет, то все будет зависеть от твоих собственных усилий. Наличие машины не говорит о том, что ты заработаешь какое-то количество денег, а соотношение равно количеству твоих усилий, целенаправности твоих усилий и дальновидности твоих действий. Наличие машины дает определенные возможности, а как-то эти возможности воспользоваться зависит от тебя, но в любом случае это дополнительные возможности. По каждому существо хочет быть более быстрым, более эффективным и более целенаправленно в своих действиях, то есть более успешным. И матрица дает возможность быть более успешным, но возможность быть более успешным и наличие механизма не говорит, что ты уже получаешь какой-то результат, это лишь возможность получить и наличие тех или иных качеств, умение двигаться быстро, умение получать информацию, умение притягивать себе людей, умение правильно использовать ресурсы. Наличие способностей не говорит о результате, оно лишь говорит о возможности их более эффективно получать. Мы не хотим проводить линию в каких-то конкретных цифрах, поскольку то, как будет реализован потенциал, зависит от конкретно взятого человека или конкретно взятой системе. Разговорю про аренду матриц потому, что если матрица создана не самой системой, то кто-то должен поддерживать ее функционирование, через кого-то должна прокачиваться энергия. Если ты возьмешь эту функцию на себя, то эта матрица может быть для тебя бесплатной, но для этого у тебя должны быть определенные возможности. Пока это делается через кого-то, ты не несешь ответственность ни за ее обслуживание, ни за ее деятельность, ни за ее работу. Для тебя это только возможности. Как только матрица придет на тебя, это определенная нагрузка. Это что-то вроде того, когда у тебя есть фирма. Пока ты являешься собственником фирмы, ты отвечаешь за этот механизм. Ты не можешь просто ее бросить и уйти. Когда у тебя есть директор, предположим, управляющий, ты можешь заняться своими делами и занимается именно этот директор. И ты платишь этому директору какое-то вознаграждение за то, что он занимается этой системой и поддержит ее жизнедеятельность. Ты платишь за аренду матрицы только в том плане, что кто-то этой матрицы занимает и поддержит ее жизнедеятельность. Если ты создашь собственную матрицу собственной фирмы, ты также будешь вынужден иметь кого-то, кто будет этой матрицы присматривать на физическом плане. Например, большая фирма не может учиться сама по себе. Это кто-то, кто управляет ее деятельностью. Это может быть один человек, это может быть команда, это Это может быть большая группа людей в принципе, но в любом случае есть кто-то, кто управляет. Твоя ситуация, в которой ты оплачиваешь матрицу, может рассматриваться как наём управляющего системой. Если ты возьмёшь эту функцию на тебя, для тебя это будет бесплатно. Ты должна понимать об ответственности и о том, что будет, если ты перестанешь заниматься этим управлением. Пока матрица стоит на управлении кого-то извне, этот извне осуществляет не только управление матрицей, но и её апгрейдом, её обслуживанием, её защитой и всеми теми функциями, которые необходимы для её использования. Поскольку бывают и конфликты, связанные с интересами разных систем, и между матрицами идёт определённый конфликт. Например, особенно тогда, когда две матрицы выполняют противоположные задачи. То есть, в принципе, используя одни силы, одни матрицы можно разрушать, либо создавать те или иные дополнительные матрицы. И наоборот, используя одни матрицы, можно разрушать, либо создавать другие матрицы. Вопрос арены – это вопрос обслуживания. Если ты возьмёшь это на себя, то для тебя это будет бесплатно в плане материального мира. И на энергетическом плане это будет твоя нагрузка, это будет нагрузка на твою психику, на твои тонкие тела, на все те системы, которые занимаются обслуживанием. Любой человек, который что-то в своей жизни создал, он имеет определённую некую скрытую силу, которая воздействует на его жизнь. То есть, некий двигатель, который создал своим намерением, этот двигатель заставляет его тем или иным способом действовать. Это как художник, который научился рисовать, он уже просто не может сидеть на одном месте. Это система внутреннего, этот механизм будет заставлять его что-то делать. То есть, стимулирует его выполнять определённую работу и создавать некий эффект в окружающем мире. Это непосредственно связано с существованием матрицы. То есть, это вкратце объяснение того, почему ты, например, на материальном мире оплачиваешь её использование. Если ты возьмёшь на себя матрицу, то ты будешь её номинальным хозяином и номинальным ответственным на неё. Это своего рода опыт, и многие люди именно так и делали. То есть, для них создавали эту матрицу и не брали на своё собственное обслуживание. Если человек чувствует в себе потенциал, то он может что-то взять на себя. Рассчитывай свои силы, если ты понимаешь, о чём идёт речь. Никак не нужно это рассчитывать. Сколько ты вложила в систему, столько она принесёт тебе и ресурсов. Если тебе нужно провести 100 тонн материала, ты покупаешь себе машину, которая может перевести стекло. Если тебе достаточно перевозить неких пассажиров, ты покупаешь себе легковую машину. Есть условное соотношение между выполняемой задачей и вложенными ресурсами. Когда у тебя в кармане определённое количество денег, ты понимаешь, что на них можно купить. Ну, например, самокат, велосипед, машину, самолёт. Всё, включая летающие тарелки или космический корабль. И ты рассчитываешь свои интересы и количество ресурсов, которые у тебя есть. Чем больше ты вкладываешь ресурсам, тем более сложный механизм можно для себя сделать. Если, например, у тебя есть очень большая фирма, ты понимаешь, что для того, чтобы этой фирмой эффективно управлять, нужно, например, иметь очень квалифицированную управляющую, либо команду управления. И у тебя существуют определённые затраты на её формирование и содержание. То есть всегда команда, которая занимается управлением, она оправдывает своё назначение и те ресурсы, которые ты в ней вкладываешь. Но имея мощный механизм, нужно иметь и мощную матрицу для его управления. То есть пытаться на легковой машине перевести груз в 100 тонн – это очень опасно для механизма. Он может быть просто механически разрушен. Но в тонком плане существует нечто подобное. Поэтому соотноси ресурсы и поставленную задачу. Это не означает, что если ты сделаешь маленькую матрицу, то она обязательно будет разрушена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова